И здравия, соратники. Сегодня, сейчас 17.06, пятница, 19 мая. Дело не в этом, а в том, что я хочу поздравить Леонида Агутина и выполнить решение суда с размещением опровержения. Точнее, на моих сайтах, в каких-то там блогах, еще что-то, как там суд сказал, я сейчас к этому вернусь попозже, должно быть размещено судебное решение. С удовольствием это делаю, я это сделал уже раньше, но я хотел бы поздравить Леонида с завершением этого длительного судебного процесса, реально поздравить с тем, что он сам назвал то, что произошло, то, что содержится в его клипах, не пропагандой, то есть сказал, что пропаганда отсутствует. То есть весь этот символизм, он на самом деле, по его мнению, отсутствует. То есть автор четко, громко, с подтверждением суда на всех инстанциях заявил, что пропаганда и символизм отсутствуют, то есть не работает. Я даже не мог надеяться, что это произойдет, честно говоря, я даже не озвучивал, боясь сглазить, что кто-то из вот этого сообщества заявит, что пропаганды нет, и отменят всю пропаганду на тонком плане. Все влияние на подсознание, ну все, заявил громко и четко, нет никакой пропаганды. Отменили. Мало того, что сам автор заявил это, отменил, они еще подтвердили это судебными инстанциями, еще с помощью так называемой экспертизы. Гениально и замечательно. Я просто даже не мог надеяться. Леонид, поздравляю, это произошло. Да еще мне присудили 6 тысяч пошлина вернуть. С удовольствием пришлю тебе 6 тысяч, вот только узнаю реквизиты. Прям вот с первым голубем пошлю, с первой лошадью. Леня, я даже не мог надеяться на такую большую удачу. Поздравляю тебя и огромное тебе спасибо от всего проснувшегося человечества, которое теперь точно уверено, что никакой пропаганды нет, что никакой программы в этом клипе нет, никакой закрытый клуб после всех этих, как я утверждал, наверное, в ролике, как я это понял, что после череды, пронозировав видеоряд, что после череды каких-то разрушений, бунтов, взрывов, которые мы сейчас видим на Украине, какая-то группа людей элитарная выйдет, и все остальные люди рядами выстроятся и будут подпевать им с браслетиками на руке. Это вот ни разу не оцифровка, и никакой закрытый элитарный клуб больше не вылезет и не будет рулить человечеством. Вот потому что это все пропаганда, и этого нет, и это утверждает Леонид. Но Леонид же врать не будет, поэтому поздравляю Агутина, поздравляю адвоката Агутина, юриста, замечательного, великолепного, опытнейшего юриста, всем рекомендую обращаться. Он способен продавить, выиграть любое дело. Поздравляю Агутина с тем, что он продавил судебную систему, по сути, сломав ее. Потому что такое государство? Это идея некой справедливости, что в судах можно найти некую защиту и справедливость. Теперь остатки этого, я думаю, только суды общей резиденции сломаны. Нет, теперь я четко вижу, что и могу доказать чуть позже для тех, кто захочет послушать мое нудное рассуждение судебной системы РФИ. Так вот, четко и громко этот суд подтвердил. Я сломав внутреннюю логику, там очень много чего интересного. От привлечения не просто физлица в коммерческий суд до привлечения человека, который вообще никак не связан с этим роликом, к ответственности в той же степени, как и условно я. И так далее и тому подобное. Там очень много чего интересного, но об этом чуть позже. А теперь официальная часть поздравлений закончена, хотя я не устану еще много-много раз повторять. Леня, огромное тебе спасибо. Вот реально, реально. Я прям вот боялся сглазить. Думал, что все-таки либо у тебя мозги включатся и просчитаешь последствия на тонком плане. Я думаю, тебя поблагодарят не только я, но еще ряд очень-очень непубличных товарищей, которые тоже кое-что понимают в отсутствии пропаганды, вне пропаганды, так называемой. Просто в очередь. И немножко я дальше сделаю комментарий по поводу твоего вот этого вот отношения. Наконец-таки ты, мол, якобы длительный срок не говорил ничего по этому поводу, но вот сейчас сказал. И я тоже хотел бы прокомментировать и немножко добавить вот это вот все твои высказывания, немножко со своей точки зрения прокомментировать. Они, конечно же, без сомнений, они верны, они имеют место быть, но с небольшими уточнениями. Я думаю, они тоже немаловажны, потому что, ну, в этом сообщении, как и в исковом заявлении, прекрасно все. И, мягко говоря, как в лучших домах Лондона и Парижа, только дома пониже и асфальт пожиже. Вот все верно, кроме вот некоторых деталей. О них-то я сейчас и хочу поговорить. Устраиваемся поудобнее. Возьмем попить. Кстати, я тут тоже себя забыл налить. Сейчас схожу, возьму что-нибудь попить и мы продолжим. А сейчас пока небольшой перерыв. Так вот, я налил себе попить. Поэтому, у кого есть время, устраиваемся поудобнее. Я тоже позволю себе, как говорил, тут написал. Леонид Агутин, кому не видно, вот на его канале официальном, 3342 подписчика. Интересная цифра. Говорится, дорогие друзья, наконец-то я могу себе позволить прокомментировать мой судебный процесс с неким персонажем, именовавшим себя блогером. Ну, Леонид, ну где ты и где я? Ну что значит именовавшим? Ну, как же я могу тебе сказать именовавший? Ну, ладно. Я нигде не употреблял слово блогер, что я блогер. Я человек, прежде всего. Просто человек, который, да, имеет свою точку зрения, рассказывает, ну, бог с ним. Назовем это блогером. Нужны штампы, ладно. До вступления в законную силу решения суда юрист настоятельно рекомендовал мне воздержаться от комментариев. Да почему бы нет? Я штукоза не понимаю почему, но юристу виднее. Он умный, надо его слушаться. А теперь, когда решение вступит в законную силу, я хочу пояснить свое отношение ко всей этой истории. Да, было бы неплохо. Именно твое Леонид или ваше, как вам удобнее, будем считать, что на вы, будем предприниматься официоз, говорят. А на Руси, если таковая была, врагов на вы называли, вы выколоть, выгнать. Ви, царь тьмы, ничего хорошего на вы, ни одного слова нет. Ну, будем считать, что вы. Данный персонаж настолько эмоционально воспринял мой видеоклиф, включите свет, что увидел там море цифр, указывающий на мою связь с мировым масонством. Что бы это ни значило, мировыми заговорами, глобальным похолоданием, что привело к вымиранию мамонтов много лет назад. Вообще смешно, Леонид. Я не уверен, что сарказм ваша, как бы, сильная сторона, потому что, ну, так уж немножко, я не могу сказать перевирать, но немножко вот юморить, ну, не смешно. Потому что ни слова про мамонтов там нет, про глобальное потепление. Опять вы, это вы что-то увидели, вы эмоционально как-то восприняли. Мой ролик. Вот все, что вы говорите, можно, на мой взгляд, отзеркалить на 180 градусов. Просто-напросто. Совершенно в другую сторону. Ну, потому что, ну, нет такого. У нас есть, конечно, странный суд, который утверждал, например, что... Самый независимый суд в мире, конечно же, и самый гуманный. Когда кто-то подал на, к примеру... Как его там? А, Киркорова. Вот, что он топтался там по кресту, суд ему ответил, что, мол, можете не смотреть клип Киркорова, где он топчется по кресту, если там кого-то что-то обижает. Я был бы не удивлен, если бы принцип единообразия соблюдался везде. И вам, Леонид, суд бы то же самое ответил. Могли бы не смотреть мой ролик. Но нет. Суд после двух с половиной лет, двух лет и шести месяцев примерно, ответил совершенно иначе. Удалить ролик. Ну, замечательно. Все будет по воле вашей информации о вас, отзыв человека, каким бы он ни был, мнение человека о вас и вашем творчестве будет удалено из интернета. На тонком плане это зафиксировано по вашей воле и закреплено решением суда, принуждением этого государства, скажем так. Замечательно. Я еще раз поздравляю. Я буду много раз вас поздравлять, Леонид. Без проблем. Итак, сначала Леонид утверждает, что сначала он очень старался понять логику автора, но по его мнению это невозможно. Ну, кому как. Кто-то понял, кто-то не понял. Хорошо. Невозможно. Тогда я показал материал пресс-службы, который пытался связаться с автором, выяснить, что же он хотел этим сказать. Ну, немножко, на мой взгляд, Леонид лукавит, потому что я и в первом же ролике, и в последующих, когда показывал на удивление пришедшими одновременно с исковым, претензию, которая якобы пыталась... Это уже работа юриста. Я говорю, что никто мне не звонил, хотя после того, как информация пошла в сеть, были десятки звонков от агентств различных, которым кто-то дал мой телефон, информационных агентств, которые у меня брали интервью. Я говорил, что у них ничего не получится. И, в общем-то, это... К тому все идет. Кто хочет, может посмотреть мои интервью. Действительно, подписываюсь под каждым словом. Я считал, что символика есть, но теперь вот Агутин утверждает, что нет никакой символики и пропаганды. Но символика-то делает такое, кто-то увидит, кто-то не увидит. Это ж, как сказал Леонид, не каждому дано понять. Но вот, на мой взгляд, немножко есть... Ну, отклоняется от истины, Леонид. Ни одного подтверждения того, что со мной кто-то пытался связаться, нет ни почты. Потому что, когда я регистрировал свой аккаунт в 2009 году и указывал там Орловский адрес, я указывал и ту почту, которая не изменилась. И любой, у кого есть аккаунт, и канал, точнее, в Ютубе, знает, что можно там для урегулирования авторских прав, еще каких-то есть, такое там связаться с автором. Ну, есть в Ютуб-студии. Я думаю, все более-менее знакомые с Ютубом, люди знают, как это связывается. Можно написать автору канала. Легко. Можно в личку было. Ни одного подтверждения не было. Я это говорил о роликах за два с половиной года, никакого опровержения нет. Леонид, никто со мной не связывался? Никто. Либо ввела в заблуждение пресс-служба, так называемая вас, либо юрист, который тоже, мне кажется, я чуть позже поясню, немножко вас вводит в заблуждение. Абсолютно не так. Так вот, оказалось, что вышеупомянутый персонаж оказался банальным создателем искусственных сенсаций путем поливания грязью известных персон с целью привлечения аудитории. На свой, как я понимаю, совершенно непопулярный канал. Ну, у вас свое понимание. У меня свое дело не в популярности. Я, мягко говоря, не гонюсь за популярностью. Канал не для всех. И я уже говорил, ничто не может отменить грядущее. Даже если я не выпущу ни одного ролика, совершенно стану непопулярным. Вот ничего не изменится. Все пути ведут в одно место. Неизбежно. Победа неизбежна. В конце мы победим. Вот вывод, что я оказался банальным создателем искусственных сенсаций путем поливания грязью. Леонид, ну, как бы сказать, это какой вывод вы сделали, исходя из чего? Больше тысячи роликов, там, может быть, две тысячи уже можно посчитать. За три года существования канала на тот момент, ну, с восемнадцатого года я сделал этот канал. Ну, там еще англоязычный. Если брать совокупность всех роликов на английском языке, там, канал Global Vision и на русском, Цельнозор, то это много. И один ролик был о вас, Леонид. Один ролик о вас. Говорит, что все сенсации искусственные. Клипы там, ну, тоже небольшой процент. В основном это и общеполитические обзоры, и символизм, конечно же, общий символизм, и эзотерический, энергетический практик. Очень много. По истории, Леонид, вы, наверное, снова немножко выйдете в заблуждение людей, либо не владеете всей информацией. Это, скажем, мягко. Так, чтобы юрист не сильно возбуждался. Ну, он может возбуждаться сколько угодно и вас возбуждать на интерес к этому. Но, мне кажется, он немножко, как бы мягко сказать, держит за дурака вас, ибо вы не всей информацией даже в юриспруденции владеете, а он подносит какую-то совершенно одностороннюю информацию. Чуть позже я расскажу, почему. Пока этот ролик даже не о судебной системе, просто ответ вам, Леонид. Чуть позже я попробую пройтись, если будет время-желание и прочее, по так называемой судебной системе, так называемым судям, которым уже никаких претензий нет. Абсолютно. Итак, в итоге я поступил, как любой нормальный человек. Ну, опять-таки, немножко манипуляция. Любой нормальный человек махнул бы рукой в силу того, что нормальный человек на всякие байки, существующие в сети, не реагирует, что вы делали. То есть раньше как раз-таки на всякие байки, что вашу дочь съел крокодил в Америке, что вас арестовали, что вы рвались на фронт и так далее. Если набрать вот в сети, например, Агутин, там новости, да? Срочно покинул... А, это уже обо мне, ну, прекрасно. Исполнитель хитабосоногел, мальчик. Так. Двойные стандарты. Агутин скандал. Мандал. Кто и как меняет концерты. Актуальный репортаж. Ну, прекрасно. Я очень рад. То, что такое пишу. Даже интересно, если... Оказались среди участникам форума. Сейчас. Слухи о гибели дочери такие и так далее. То есть, ну, максимум комментариев, потому что, ну, умные исполнители немножко сами вбрасывают иногда, некоторые случаи есть такие, в сети информацию, в том числе негативную, лишь бы не пропадать с информационного поля. Крокодил не съедал дочь Агутина. Вообще что-то. Агутин арестован. Вот, вот. Арестован Агутин. И так далее. То есть, вот это нормальная реакция человека. Немножко, максимум, прокомментировать. Ну, популярно. Ну, мало ли, ну, мало ли шизиков там, разные какие-то комментарии. Но, извиняюсь за жарганизм, у вас почему-то подгорело, Леонид, на мой ролик. И поэтому даже без связи со мной вы постарались нагреть меня на огромные суммы. Я уже говорил, там, насчитано то 17 миллионов. В разговоре ваш представитель говорит, что 33 миллиона с меня там причитается. Каких-то там санкций, совершенно не сумасшедшие цифры. Ну, я уже выкладывал и выложил раньше на своем канале исковое с требованием. Там 282 статья. Требовали суд удалить вообще все мои ролики. Там практически все сроки вспоминаний о вас, Леонид. Потом даже не морально, как сейчас называется, а убытки требовали и так далее. То есть, ну, совершенно, на мой взгляд, неадекватная реакция. Вы считаете, что это нормально? Встречусь с неадекватным, агрессивным поведением. Так в чем агрессия-то, Леонид? Я не то, что оправдываюсь. Нет, я просто поясняю, что вы снова немножко лукавите, немножко уводите людей от истины. Агрессии ноль. Я вас даже не упоминал в этом ролике, как человека. Просто сказал, что это клип Агутина, да, но я разбирал видеоряд и свое отношение. То есть, я говорил о себе и моем субъективном мире. И вас я не упоминал. Ни ваши интеллектуальные особенности, если таковые есть, ни ваше деловое поведение, потому что вы заявили иск о защите деловой репутации. Вашу деловую репутацию я не трогал, она мне, мягко говоря, что ехала, что стояла. Глубо, параллельно. И вот как вы отдали дело юристу. Ну, замечательно. То есть, пропустим момент контакта со мной, которого не было. Потому что я был бы рад проконтактировать с таким, пусть даже опосредованно, с таким великолепным певцом, автором таких хитов, приобщиться, стоять в тени славы и так далее. Я бы с радостью объяснил, и если бы мне объяснили, как я уже говорил не раз в своих роликах, вот что означает вот разный жест там пальчиками, может быть съезд шашлычников, может быть символ, все что угодно. Есть же определенные жесты. Да, я уже об этом поминал. Агутин, фото, жесты. Это я же по глупости своей, по глупости своей вот эти вот жесты воспринимаю как вот с пальчиками. И вот это вот как триумф там дьявола, коза и так далее. Да нет, какой там. Это же просто съезд шашлычников. Ну что вы. Ну это вот просто моя больная фантазия. Ну поэтому давайте немножко все подуспокоимся и попробуем проанализировать создавшуюся ситуацию вот с такими жестами. Ну это же всего лишь моя больная фантазия. Вы заявили, что эти жесты ничего не означают, что нет там никакой связи с... Не объяснив правду, что есть, совершенно не объяснив. Ну, нет так нет. Все по воле вашей, Леонид. Абсолютно все по вашей воле. Поэтому возвращаемся к тексту вашему. И вы послали это юристу. Я один раз с ним встретился или два, не знаю. Умнейший человек. Несмотря на все подсказки, он почему-то проигнорировал. Я ему говорил, что я собираюсь продать квартиру. Я ему говорил, что... В общем, много чего говорил. Что лучший способ победить перетягивание каната это отпустить канат и так далее. Ну, не воспринял он мои намеки, подсказки. Совершенно. Ну, бог с ним. Или не бог, или не с ним. Неважно. Итак, вот что говорит юрист. Ну, поймите, Леонид, все, что говорил юрист, говорите вы. Человек по доверенности от вашего имени. Пусть и ваш умный юрист подтвердит. Права и обязанности в лицах его действия возникают у вас. То есть, можно сказать, что это ваши слова. Но пока не об этом. Пока что говорит юрист. Сначала ответчик кричал, что он придет в суд и докажет правоту своих гениальных рассуждений. Ну, во-первых, одна терминология, что ответчик кричал. Нет, я понимаю, что все мы в 90-х выросли, что там стрелкануться, что кричит в натуре. Я понимаю, но это уже говорит, поскольку юристы умные, Леонид, вот этот вот подобный жарганизм говорит о многом, о том, за человека какого уровня интеллекта он вас воспринимает, кричал. Я ничего не должен кричать. Это мои субъективные рассуждения, мое точка зрения, потому что 152, по-моему, статья говорит о том, что допущение, предположение не является объектом судебной защиты, а я много раз говорил, что это предположение допущения, просто суд игнорировал, суд много чего игнорировал и немножко тоже отступил от истины, мягко говоря, об этом я поговорю позже в, собственно, юридической части, чтобы это не затягивать поздравления, потому что я реально хочу поздравить и пройтись только по вашему тексту, Леонид. Поэтому сначала ответчик кричал, что он придет в суд и докажет правоту своих гениальных рассуждений. Не было такого, я никогда не говорил, что вот истина в последней инстанции. Я много раз говорил даже в ролике, что это или всего лишь моя шизофрения, то есть это допущение. Много раз говорил думаем сами, что бы это могло значить и так далее, то есть диалог ставил. Я говорил всего лишь о своей точке зрения. Я не говорил ни одного утверждения, что вот именно так и никак иначе. Наоборот, я хотел, чтобы люди рассуждали и делали выводы. Ссылаясь на юридическое образование, огромный опыт. В чем огромный опыт? Я в орбитажном суде был до этого раза, хрен знает когда. Ни одного утверждения такого не было. Наоборот, ваш юрист утверждал, что у меня нет никакого опыта. И сейчас попробую, кстати, да, вспомнилось, это попробую найти это письмо и подтвердить. Вот нашел часть переписки с вашим юристом, то есть по сути с вами. Он неуждает, что дело в том, что мне потребовалось время вашему юристу, чтобы разобраться как с сутью ваших личных вступлений, так и с вашим отношением к данному вами слову, искренне, ну, не важно. Теперь понятно для меня картина, она истна так. Юрист мне говорит, что снятые вами видеоролики, в которых вы, по моему профессиональному мнению, умышленно обливаете грязью артистов, он грязь-то, вообще я их не трогаю, ну, ладно. Иных известных личностей, устраиваете поиск всемирного заговора, блин, ну, этим занимаются сотни, если не тысячи каналов, ищут связи, соединяют точки, высказывают предположения, ну, бог с ним, да, это не заговор, это хуже, и озвучиваете призывы к экстремизму, значит, дискредитация ВС, РФ, и при шестерке посылать и говорить нет войне, как и сделал Леонид, это не экстремизм, да, и не дискредитация, ну, конечно, сделано только с одной целью, повысить качество подписчиков, просмотров на вашем канале, как следствие, заработать больше денег, ну, я уже ответил, вот, вот тут, если не ошибаюсь, вот, это уже ответ, ну, заработка-то нет никакого, и вы это знаете, остальное просто бред, я ему написал, что призывы, дискредитация, парни, что воюют герои, это я по-прежнему утверждаю, а то, что рунни-нету на них повесили, но это уже немножко другое дело, шантаж с заявлением, отбиранием квартиры у ни в чем не повинных людей, ну, потому что там шантаж уголовкой был от юриста, открытием уголовки, вот, даже в этом тексте есть, готов переслать кому угодно, что квартиру заберет, которую я продал ни в чем не повинным людям и так далее, ну, мол, там, говорят, что арбитражный управляющий и так далее, но я чуть позже поясню арбитражный управляющий, чем занимается и для чего он нужен и как он будет действовать, потому что он, скорее всего, появится в моей жизни и Агутину в лице представителя будут с ним общаться, подключением иных исполнителей это признак слабости вашей позиции, я говорю, он говорит, что вы никогда не интересуетесь мнением второй стороны, наоборот, опять немножко ложь, искажение немножко, я бы назвал это все-таки прямой ложью, я подавал ходатайство, я призывал у вас в суде объяснить, в чем я не прав, почему, что означают эти жесты, что означает символизм и так далее, какое мнение, почему столько девяток в ролике, то есть, если я не прав, я признаю, какое мнение-то истинно, но вы не сказали, я ходатайство, а вызови Леонида в суд, Тулата, близко, там приехать два часа буквально, сто километров примерно от Москвы, ну, два часа туда, два часа там, ну, потратьте полдня, ну, день, хорошо, объясните, все, я признаю, если бы Леонид пришел и объяснил, в чем я не прав, простенько, да, чем его задел ролик, вообще, ну, вы отказались, а было ходатайство, это есть материальное дело, как и много чего в материалах дело, с затыканием мне рта, представитель его, с вашей стороны был, там, мыслью под реву растекался, очень долгое время, только я постарался что-то сказать, в ответ, судья заткнул мне рот, сказал, что в четыре там, ей хватит, пора ребенка забирать и так далее, например, я же не помню, там что-то светится, да, около шести лет, тогда, сейчас, наверное, уже первый класс закончил, мальчик, скорее всего, но я предполагаю, он говорит, что все, в четыре у меня рабочие не заканчиваются, да, у меня в практике было в Питере, что я в полвосьмого вышел только из суда, и там еще было четыре заседания, как-то странно, одна бок, и суда, ну, ладно, по суду отдельно поговорим, вот, дальше он писал, что предварительное исследование с учетом мнения специалистов, ну да, была экспертиза сразу, показало наличие в ваших с Зиненко роликах, да у Зиненко нет никаких роликов, и ролики-то мои, признаки разжигания межнациальной розни, призывы в впечатление акселинской деятельности и совершенных использованием средств массовой информации, да, впрочем, подтверждение данных обстоятельств приговором суда, то есть приговоры, это значит суд, общая юрисдикция, значит уголовка, он обещал содействовать в том, что называть, попиариться за счет, да нет, я не называл такого, никогда, опять мне вменяется, это называется победить чутье, то есть присвоить мне какое-то утверждение, опровергнуть и на нем подоптаться, да нет, не говорил я такого, и не нужно мне за счет Агутина что-то делать, он один ролик там был на тот момент о нем и все, это потом уже ДНК вышло и так далее, данный приговор максимально известен, общедоступным, он хочет сделать так, для проверки данных обстоятельств связался с соответствующими службами ряда артистов и иных публичных личностей, да, за это, после этого предполагаю, будет вал каких-то, ну, если бы я остался в России, если бы был другой сценарий развития, да, был бы вал других исков, завалили бы и с которыми мы в ближайшее время подготовим и подадим соответствующие заявления в проектные органы, да, были такие заявления, я в курсе, не знаю, какой результат, я говорю, предсказуемые понятные, используемые без среднего ресурса, искажение фактов, ну, хорошо, так, он говорит, что я пытаюсь спекулировать в видеороликах, пытаюсь запугать, обмануть, с целью оправдать свои действия, какие свои действия, это я высказал свою точку зрения насчет видеоряда, все, мое субъективное мнение, которое защищено вроде бы конституцией, я имею право на свободу слова, при этом, говорит, вы не обладаете даже элементарными эргическими познаниями, вот, знания эргической практики, вы делаете совершенно нелепые действия, вы даете свои лживые замыслы, в чем лживость замыслов, я не знаю, какие они, собственно говоря, так и не озвучено, но вот, наоборот, я никогда не утверждаю, что я что-то знаю, там, великие специалисты и так далее, опять, вот я к чему, собственно, я с этого начал, ваш юрист считает меня очень-очень плохим юристом, что, в общем, так и есть, я никакой юрист, и по сравнению с ним, просто, ну, даже не достоин стоять в тени, или как это, иначе назвать, опять мне вменяет что-то из уголовки, незаконные действия предварительному сговору, с умыслом, полностью сознавая последствия своих действий, какие последствия, это чего, он вообще о чем, я говорю, что мировое слушание без признания очевидности, добросовестности, использования кадров из ролика, потому что, в основном, это было по авторскому праву, и отсутствие порочащих сведений, то есть, отказ от риска, но оно глупо, хотя я удалил, на тот момент, я уже тоже в письме написал ему, что удалил я этот ролик со своего, он везде был удален в ОК и ВК, например, и я удалил еще из Телеграма этот ролик, то есть, его не было, он остался в Тарамбл, и, соответственно, со ссылкой на сайт, но, опять же, я не администрировал этот сайт, и Целинозор.ру, и Целинозор.org не зарегистрированы на меня, но я могу порекомендовать людям, я уверен, что они послушаются, но, опять, уже удалено, скорее всего, без проблем, будет легко, не знаю, каким образом, потому что Целинозор.ру вообще никому не принадлежит, но к этому чуть позже, он сейчас на продажу. Хорошо, все по воле твое, Леонид. Наверное, вы, Леонид, еще не поняли последствия сделанного, содеянного на тонком плане и так далее. Особенность того, что правовые последствия подачи заявлений в правовых орган заключаются в том, что отозвать такое заявление невозможно. Да есть понятие проявления с потерпевшим и так далее, снова заблуждаетесь. Ну, и отзывать-то не нужно, если, собственно говоря, не возбудят уголовное дело, о чем я, по крайней мере, и мы представители не знаем, наверное, стало известно кое-что. Недавно взял справку для некоторых целей тут и уголовных дел нет. Значит, отказали, получается. Правильно, материал. вы все-таки послали, Леонид, а это вы, потому что все, что делают представители, это вы делаете. Я благодарен за все произошедшее от имени всего человечества. Еще раз поздравляю. Сейчас я пробегусь дальше по тексту. Вот. Потом вы утверждаете, что я начал менять места своей регистрации от Орла до Тула. Ну, опять искажение действительности, мягко говоря, потому что это не так. С 17-го года, по-моему, там с ноября 17-го года я зарегистрирован в Новомосковске. Исковое заявление подается по месту регистрации ответчика, потому что тот адрес, который я при регистрации Орловский писал, повторюсь, в 2009-м году я зарегистрировал аккаунт на Гугле и там я указал этот адрес. Там. Тогда. В 2009-м году, да, я был в... Но вы знали, что я зарегистрирован в Новомосковске. Начал менять места своей регистрации. Ложь полная. Лишь бы максимально стыдный процесс. Чушь полная. Вы сами, Леонид, подали зачем-то в суд общей юрисдикции. Понятно, для чего, чтобы там перенаправили и это уже было не изменить из суда общей юрисдикции в арбитраж, чтобы это было не изменить. И вы таким вас бы затащили меня в арбитраж с целью наказать, как ваш юрист говорит, и делать так, чтобы неповадно другим искать истину и символизм и программы. Вы это хотите пресечь? Ну, замечательно. Потом, позже, комментарии попробую показать, которые были удалены вашим, по крайней мере, один комментарий пиар-агентством, за что я ему тоже благодарен за его поведение, потому что он склонил, подозревая, что он склонил, предполагаю, вас к подаче заявления все-таки, Дмитрий его, по-моему, за кого? Дмитрий Николаевич, по-моему, такой с бородой, лысенький, молодец, он искренне меня ненавидит, хоть и чтобы я удалил чуть не все ролики, закрыл канал, он предлагал суду признать целеназор торговой маркой и запретить использование руколицом, что он говорил в суде. Ну, ладно, это его дело. Продолжение в следующем посте. Ну, в общем, первую часть разобрались, я прошелся, объяснил, что тут мало чего, на мой взгляд, соответствует истине и истинному положению дела. Второе, когда он все-таки отважился и явиться в суд, то, что значит, отважился и явиться в суд. Первое заседание, которое было в Туле по месту моей регистрации, лучше, конечно, было бы на Московске суд общей инвестицией, что и закончилось бы все за два месяца, потому что я признал бы иск вообще вот просто в лед, в легкую. Такая удача, я вообще надеялся, что это, ну, глупо было бы даже надеяться на такую удачу, что автор сам все отменит по его воле. Леонид, вы еще не понимаете последствия глобальные, какие будут, на тонком плане, а потом и на физике, как это все будет происходить, она уже происходит. Вы сами отменили план, который был, на мой взгляд, изложен. Ложный абсолютно. Нет этого плана. Согласен. Приношу извинения и полностью отрицаю, что такой план есть. Да будет так. Нет никакого плана, некой тайной группы людей выйти из-за кулисы после разрушения всего. Никакого build back better. Вообще. Не существует такого. Признаю. Все. Был неправ, Леонид. Нет этого плана. Вы его отменили, потому что, ну, нет его, нет этого плана в вашем ролике. Он не озвучен никак. Он не озвучен, значит, и не пошел на материализацию. Спасибо, Леонид. Вы это сказали. Супер. Я полностью поддерживаю. Никакого такого плана нет. Никакого символизма, оно уже не действует. Никакого масонства, никакого сатанизма, никаких циферок. Ничего этого не действует. Пропаганды нет. Твердая и четкая, на всех уровнях. И я это зафиксировал, согласен. Я признал это, принял. Ни в каком клипе вообще нет. И признаки отсутствующей недействующей пропаганды я, конечно, буду продолжать показывать, чтобы люди знали, чего нет в клипах вообще, что уже не работает недействующая пропаганда. Что такое? Это что работает, что промывает мозги. Нет этого вообще. Вообще уже не работает. Согласен. Ну, ладно, я повторяюсь. Понравилось. Отважился явиться в суд. То ему предложили объяснить. А зачем мне объяснить? Это мое субъективное право. Я художник, я рисую любую фигуру, как мне нужно. И я объяснил ничем не ограниченную. Да, временем это было ограничено. Еще много чем было ограничено. И я объяснил продемонстрировать обещанную гениальность. Какую гениальность? О чем? Это юрист гениальный. При чем здесь я-то? Это вы, Леонид Гениальная. Вы просчитываете шхады на десятки действий вперед. Как в шахматных, да? Никто мне не давал такую возможность. Если бы мне дали такую возможность, ох, ох, вот еще экспертизу, которую я хотел назначить. Психолого-лингвистическую, комплексную. По нашим вопросам, например, является ли моя информация предположительно, либо она как именно сведения. В чем порочность действия? Потому что вы утверждают, что это негатив. Ну, я имею право негативно. Ну, не всем нравится музыка какая-то. Мне какая-то музыка не нравится. Я имею право иметь негативный отзыв. Да, без проблем. Как это влияет на... Вы вообще открыли, честно говоря, Америку в респонденции. Очень нехороший прецедент, на мой взгляд. И всякий, кто от имени государства, так называемого, посмотрел бы, заботился о имени государства, посмотрел бы это решение и увидел бы тот ящик Пандоры, который вы открыли, Леонид, он бы этот ящичек закрыл. Если бы кто-то вообще думал в той же ситуации о становом хребте, на котором зиждется, типа, вот последний крайщик был здравомыслие, это арбитражный суд. Сметь он, нахрен. Вы сломали судебную систему, Леонид, поздравляю. Потому что сейчас как бедному, например, бэткомедиану делать свои ролики, обзоры, потому что там, мягко говоря, полно негатива, хотя в форме юмора, высмеивающейся. То есть теперь есть возможность засудить бэткомедиана, взыскать с него прибыль, даже в прошлом, теории упущенную и так далее. Да без проблем. Делайте. по этому пути пойдут другие. Насколько это полезительно для государства, насколько это соблюдает баланс интересов человека и государства в коммерческих отношениях, потому что вы вывели это на коммерческий уровень, и любое теперь негативное мнение может повлиять на бизнес-отношения якобы, и взыскать можно неморальный ущерб, который там всегда, 50 тысяч, к примеру, даже если кто-то матом условного Агутина покроет, предложит даже нетрадиционную музыкальную ориентацию и так далее, все что угодно, но это моральный ущерб, который взыскивается по определенным правилам, но он ограничен. А вот убытки ограничиваются только фантазией того, кто подает иск. Сомневаюсь, что он будет подан, но доламывайте уж судебную систему без проблем. Ну ладно, вернемся к нашим юристам. Рыжий вообще молодец, у него хороший юрист, Чубайс от юриспруденции, молодец, Андрей, если не ошибаюсь, из последующих от него потока сознания вычинить хоть какую-то логичную обоснованную вставляющую ни суду, ни представителю истца оказалось невозможно. Ну, это вопрос желания. Больше в суд не являлся, чем лишил нас возможно сладиться его юридическим талантом. Причем без юридических талантов. Юридический талант показывал уже, соответственно, мой юрист в дальнейшем. Хотя, когда мне это надоело, я все-таки разобрал ролик ДНК, вот, чем вызвал определенную реакцию. Я долго тянул, но понял, что нужно как-то подстегнуть, потому что это может длиться долго, а мне уже надо было заканчивать с этой мутатой, поэтому я прогнозируемую реакцию вызвал, разобрав ДНК, именно перед тем заседанием, где было принято наконец решение, несмотря на поданные мной ходатайства, потому что я уже не в России, я хотел, чтобы это в Москве все разбиралось, потому что Зиненко там, его привлекли к ответственности, по сути, потому что дальше уже будет на два их, соответственно, я даже не представляю, какой бардак там будет в суде при взыскании убытков, там вообще веселуха будет, потому что получается двое нарушителей там, которые оскорбили или как там нарушили права и так далее, неважно, то есть получается на совсем невинного человека, но можно и нужно, там причина следственной связи, убытки, как взыскиваются-то, а на одного нельзя, на двоих не выйдет, вот гениальный ваш юрист, с чем мы его поздравляем, надеюсь, он еще раз сломает судебную систему, так вот, я специально разобрал клип ДНК, чтобы подстегнуть вас, Леонид, к еще большему, потому что мне юрист рассказал реальные перспективы мой, я с ним согласен, у меня там зачатки юридического образования, но я понял, что не складывается никак судебный процесс и могут отменить, но это было бы печально, потому что если бы это было не закреплено второй инстанцией, допустим, если бы не вступила законную силу, вот эта отмена всего символизма, то, наверное, все было бы иначе, а так, все складывается наилучшим образом для нашей победы, спасибо еще раз вам, Леонид, я просто не устану, вот в ножке кланяться, вот я просто переполнен эмоциями, я уже написал, что я очень доволен на судебное решение, вы, наверное, не поняли, почему, я теперь объясняю, почему, и вашим представителям надо представиться, то есть, когда он сейчас за счет с меня денежные суммы, а там немалые денежные суммы, попробую сейчас найти, о, мировое соглашение, вот оно где-то тут, так, сейчас загрузится, секундочку, вот, там было то ли 600, то ли 450 тысяч, я не помню, только его, куда удалить это все, ладно, я согласен, я даже удалил основной цельнозорру, да, приношу свои извинения, ну, это сугубо деловые отношения, да, деловая репутация, извиняюсь, в ножке каюсь лично артисту, и ИП, и двух лицах, да, лично Агутину, за некорректно, достоверно, доложенную информацию, ну ладно, бог с ним, истец, как, отказывается от претензий с созданием размещения, в которых, ну, не было такого, что от убытков, так, стороны, 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 об распределении судебных расходов, на разрешение суда, да, нет, где-то, где-то еще была сумма, потому что судебные расходы, я говорил, да, нужно отменить, нет, там, в каком-то еще деле, было, 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 ну, не суть потом найду, по-моему, 450 тысяч год назад, сейчас, ну, допустим, миллион он насчитает, ну, и фиг с ним, потом найду, все-таки, ну, дорогой умный юрист, поздравляю, так вот, он разразился потоком жалоб, ну, естественно, потому что, когда суд назначает какую-то свою экспертизу, зачем я должен платить, когда там не те вопросы, которые нужны, когда после того, как экспертиза была заточена под первоначальные исковые требования, их много, потом осталось только одно, удалить ролик, в связи с тем, что там даже не авторские права, там не еще куча всего, что было изначально, потому что изначально там, ох, ого, вплоть до 282 статьи, причем все это в арбитражном суде, вообще не понимаю, логика, ну, где там логика, где наш суд, Тульский, и судья Морозова, а где логика, и я об этом чуть позже, наверное, еще поговорю, вообще, на мой взгляд, после того, что вы Леонид сделали с судьей Морозовой, вы обязаны на ней жениться, ну, как бы, ну, как, добропорядочный семьянин, вы же добропорядочный семьянин, хотя, вот, тут есть своеобразное восприятие этого, например, секс втроем, ну, видимо, какие-то у вас свои точки зрения, точки зрения о семейных ценностях, у меня немножко другие, ну, ладно, вы же утверждали, что это ролик, это разбор ролика и видеоряды, точнее, ваши ценности, как и репутацию, как семьянина, задели, а вот эти ваши утверждения никак не задевают, ну, ну, что ж, это оставим на ваше усмотрение, совесть, если она есть, ну, ладно, суд назначил экспертизу, но суд назначил не ту экспертизу, нарушение прав ИСЦА, да нет, нет там никаких подтверждений, никаких прав, там есть нарушение моих прав, об этом я чуть позже говорю, экспертиза замечательная, цифры тоже замечательные, 54 тысячи 150 рублей, вообще ни разу не спалился эксперт, но и об этом тоже, я ее выложил, эту экспертизу, можно посмотреть, суд первой инстанции вынес законное обоснованное решение, утворящее требование ИСЦА в полном объеме, но опять же, после определенного пинка и разбора клипа ДНК, подозревая была определенная реакция вашего СО, СО певца, как со-исполнителя, что ли, ну не знаю, СО, есть разные понятия, от собутыльника до соучастника, как сказать там, а, ну как нет, партнера, назовем это так, да, партнера, и подозреваю, наверное, его отцу тоже не понравилось, там, автор Песнеры с хорошими знакомствами, подозреваю, что, еще советскими, авторитетный человек, наверное, ему тоже не понравилось, и наверняка как результат некое ускорение судебного процесса произошло. Я очень рад, что это произошло, потому что, ну, иначе бы процесс мог развалиться, на мой взгляд. Ну, хорошо, что так все произошло, и абсолютно отсутствие логики, видимо, спешки делалось дело, решение, потому что, ну, там, все с меня, хотя двое, там, ответчиков, виноват я один, хотя не так, но суд, там, встанция немножко это скорректировал, но не сильно. Вообще, даже не причесали практически судебное решение, но об этом я, наверное, чуть позже поговорю. Фантазия вспыхнула с новой силой, он растет потоком жалоб, гений юриспруденции обжаловал определение суда при остановке рассмотрения дела на время проведения экспертизы. Ну, да, потому что там экспертиза на месяц, а на самом-то деле она дольше шла, там долгая ситуация, почему бы нет, это мое право. В чем дело-то? Не понимаю, что не так, но, наверное, ваш гений Джубайс от юриспруденции пояснит, что не так-то. Ну, есть процессуальная возможность обжаловать, использовал, потому что не нужно было вообще назначать эту экспертизу, нужно было назначать либо нашу, либо, в любом случае, комплексную, и на действительно с важными вопросами, является ли это авторским произведением, а мой ролик является авторским произведением, поскольку ваш видеоролик, который я набираю, шел несколько минут, мой более часа, ваш видеоролик, никогда, ни секунды не был отдельно, сам по себе не демонстрировался, а на фоне меня, то есть это всегда была моя точка зрения, я рассказывал свое, и это не единственная тема ролика, я там еще ряд тем по уколам модным рассматривал, и так далее, то есть, ну, нарушения авторского права не было, там основное было авторское право, и, собственно, в экспертизе это и было, но в экспертизе там нашли разжигание, отчего никто не ставил никаких таких вопросов перед коммерческим судом, и так далее, я не понимаю, что не так, но не об этом, для поздравления, это Агутину тема немножко, ну, иная, по суду отдельно постараюсь как-нибудь потом сделать ролик, если будет, не лень, наверное, лень, потому что других тем полно, суд и правил всем экспертизу на организацию, соответственно, суд никак не может рассматривать дело дальше, ну, естественно, не в этом-то дело, опять немножко искажение, не такая экспертиза должна была быть, вот поэтому я ее обжаловал, я не обжаловал как назначение экспертизы, я обжаловал то, что назначили мне нашу, нашу-то не назначили экспертизу, с чего я должен платить, если суд для себя что-то там решил, а наши права не были соблюдены, ну, ладно, вам это дело вашего представителя, суд поддержал позицию Саагутина и так далее, признать несоответствующей действительности, порочащим деловую репутацию, сведения, содержащие в видеоролике, да нет никаких сведений, содержащихся в видеоролике, я не делал утверждения насчет деловой репутации, а ведь именно о деловой репутации должны быть какие-то сведения в форме утверждений, об этом говорит судебная практика, а не предположения, предполагать можно все что угодно, якобы содержится пропаганда масонства, сатанизма, все, нет никакой пропаганды, и вот да будет так, все по воле вашей, обязать, удалить, прекрасно, удалю все по воле вашей, обязать, разместить в качестве предложения и в следующей неделе содержащиеся результативы мы сейчас постановим суда по настоящему делу в интернет-аккаунте блоге ответчиков, я не знаю, что такое интернет-аккаунт и блог ответчиков, честно говоря, не знаю, если по адресу сказали, да, потом добавили цельнозору.ру, цельнозор.орг, ни один из них, ни мне, ни Зиненко, Артему не принадлежат, и связи здесь нет, с одним администратором еще могу порекомендовать, ну а дальше, например в, где там у нас YouTube есть, включает Агутин, как это все удалить, я не знаю, вот, разбор клипа, замечательно, некто Юла, я понятия не имею, кто это, 13 тысяч просмотров два года назад, я понятия не имею, как это удалить, и что это за человек, и почему вот этот человек должен удалять мой ролик, это уже ее, я не претендую, я размещал это в интернете для свободного доступа, Creative Commons, лицензии, и так далее, реально. суд утверждает возложить на ответчиков обязанность удалить целеназор.ру, целеназор.org чушь. Итак, все, что я сделал, разместил там, но потом ролик удален. Дальше было много чего интересного. Сейчас найду. Например. Где же это есть? Ходатайство ответчика о проведении повторной экспертизы. Да нет, не было у меня ходатайства о проведении повторной экспертизы, потому что это не повторная экспертиза. Мы подали ходатайство об одной экспертизе, которая не была назначена. Итак, суд немножко пошел против истины в некоторых вещах, не полностью исследовав доказательства. Например, что так, сейчас, что видеоролик еще не уделен. Причем здесь обучающим, не обучающим. Так, сейчас попробую найти. А, вот нашел. Цитирую решение суда. Автором спорных видеороликов является Мамаев реализованно. Беспроблемно. Мамаев не опровергал данное обстоятельство. Факт размещения видеоролика по существу и вообще на дату вынесения этого решения, поскольку по правилам первой инстанции во вторую инстанцию дело рассматривалось. Они должны были все обстоятельства исследовать заново. И это в материале много раз было. Так вот, суд, мягко говоря, опять лукавит. На дату рассмотрения дела ролик был удален везде, где хоть какая-то связь. В ВК, ОК удалили и так далее. Но суд говорит, что размещен, поэтому нужно удалить и взыскать. Чушь. Он уже удален. Соответственно, о чем? К чему? Как это все? Мало того, что судебное решение неисполнимо. Хрен с ним. Как приставы будут это все делать, вообще не знаю. Опять же, суд надо спрашивать, разъяснять судебное решение. Дело не в этом. Суд мягко говоря солгал. Там мягко говоря вот оно в решении. До вот этого абзаца, что согласно пункта 7 разъяснения постановления пленного судебной практики о деловой защите чести и достоинства, мало того, что суд должен был закрыть, поскольку достоинство и деловую репутацию я не затрагивал. Честь и достоинство это у физлица, а деловая репутация это у юрлиц. Так вот, Вагудин подал как юрлицо. Деловая репутация про деловые качества его деловой репутации вообще ни слова. И это тоже было. Суд должен был прекратить и направить. Ну, хорошо, он рассмотрел, ну, рассмотрел, как и где. То есть, ящик Пандоры открыт, по которому любое физлицо может быть принять человек ответственности и в нищету через банкротство выведено и так далее. Посмотрим, чему эта церковь выльется, потому что, ну, как сказал юрист мой, мне самому интересно, чем это закончится, да и мне интересно, насколько ли до конца сломается съемная система. И опять же, дальше переходим к тому, что Аготи написал. поскольку благодаря метаниям этого гражданина процесс вынужденно затянулся более чем на два года, каким метанием, еще раз говорю, я был в Новомосковске прописан, решение вынесено в Новомосковске, если бы сразу там, туда было подано, как полагается, по месту регистрации ответчика, то сразу было бы вынесено решение. Моментом, более того, я бы узнал о иске в этом, а то я в Орле, когда, ну, матушка умерла, надо было продавать квартиру, да, некоторое время я пожил в Орле, метался там на два города и так далее, ну, потому что продавал там показы и так далее. Да, я бывал в Орле, не оспариваю, но я не жил там, я продал квартиру и все, поехал домой в свою единственную однокомнатную квартиру. Для ускорения процесса пришлось разделить исковые требования, выделив взыскание упущенной прибыли в отдельное производство. Чушь полная, взыскание упущенной прибыли он сразу подал, о чем уточненный иск и говорит, там он много раз менял его. Сумма взыскания предполагается значительная, надеюсь, что это окажется хорошим уроком для подобных граждан, не обрезгующим ничем ради своих низменных целей. Почему какие-то у меня цели, почему они низменные, опять же, Леня, ты бы уточнил, что не так. Ну ладно. Опять у меня паранойя. Следующая. 8-7 2-2-3 2 на 3 понятно шестерки 2 и шестерки 3 минимум. Ага, и вот тут 3 шестерки 8 и 7 15. Ну это моя паранойя. Никакой пропаганды нет. Вообще, Леня, нету пропаганды там. Я ошибся. Вообще, у тебя нет никакой пропаганды. Ты просто певец. Ты просто поешь песни отныне. Ты сам это решил, все будет по воле твоей. Ладно, не буду отвлекаться. Вот. Ну, я очень буду рад, если судебная система будет сломана окончательно. Посмотрим, как он будет подаваться в арбитраж. Да, нужно же госпошлину заплатить. Он там обещал 33 миллиона насчитать. 4% плюс там около 5% будет госпошлина. 1,5 миллиона плюс этому еще юристу плюс подозреваю на некое умягчение и прочую работу с судом. Как бы это мягче сказать-то. Хотя Морозову, по-моему, и так все давай туда же подавай. Интересно, как насчет меня насчитают эту сумму взыскать. Без проблем, Леня. я буду только рад. Доламываю судебную систему. Супер. Я только за буду. Честно. Наверное, юрист тебе не все рассказал. Я тоже расскажу насчет арбитражного управляющего, конкурсного, как там называется. В общем, банкротом меня признать. Я сам, наверное, подамся. Как только он сейчас взыщет миллион, а потом досчитаем своих расходов. или сколько там. Ну, во-первых, это не скоро, это все-таки арбитраж. Подозреваю, где-то 11-го, 23-го, где-то в 11-м месяце будет. Все-таки, потому что сначала нужно дождаться приход дела в Тулу, опять же, но там же все в Туле, все близко, хорошо податься. Потом это будет рассмотрение нашего возражения, потом ходатайство, рассрочки. вторая инстанция, обжалование, естественно, ходатайство, рассрочки. Все это где-то полгодика. Плюс нужно три месяца, чтобы я вообще ни копейки не платил. А мне же нужно немножко проставиться, чубайс от респруденции. Леня, в лучшем случае это все на 24-й год откладывается. Ну, замечательно. А отмотать сделки просто невозможно в ипотеке, потому что вряд ли Банк ВТП после оценки, можно же отменить сделки. Во-первых, ты у людей заберешь квартиру, если заберешь. Ну, с нашим судом вряд ли у тебя ВТП-то. ВТП-то не я отдаст свою квартиру, а пока это у ипотеки, это у банка квартира. Плюс она оценена, а можно забирать только то, что не соответствует рыночной цене, а там полностью соответствует рыночной цене. ибо была оценка, ибо ипотека. Плюс это если продажу отменять, а во-вторых, даже если я был в России, ну, где тут фраза, что убежал, продав все. Попробуем найти, где тут, где тут. сейчас попробую найти. А, его страх столкновения с реальностью оказался, как мы помним, настолько велик, что он срочно покинул Россию, распродав все имущество. Ну, все имущество, поясню так, у меня из жилья была только квартира, и даже машины не было. все имущество сводилось к одной однокомнатной квартире, Леонид. Ты о чем? Вот опять немножко, вот вроде бы все верно, распродал все имущество, но все имущество это квартира, в которой я жил. И все. Даже если бы, вот если не уголовку откидывать, ну, присваивай себе, да, я так испугался, что прибежал сюда тут, к Мони, которую заблаговременно прислал в Черногорию, на удивление. Леонид, ты не совсем понимаешь последствия, ты почему-то думаешь, что никто не может тебе противостоять, и почему-то, мне кажется, слабо просчитывать дальнейшие ходы. Да даже будь в России признан я банкротом, достаточно просто снять все деньги и сказать, что подарил, либо сжег, неважно, и жить на свои деньги. Однокомнатную квартиру, единственное жилье никто, ни один арбитражный управляющий не может забрать. Да, если бы большая сумма, у меня было некие забережения, ну, раскидал бы что-то в квартире, что-то у друзей, что-то у родственников там, в Алексине, можно было некоторые вещи отдать на хранение, что-то в гараже, который съемный, никто бы его не знал, и в тайнике, и просто в тайнике, в лесу и так далее. То есть, можно распределить деньги и платить наличкой. О чем ты? Даже будь я в России, это банкротство, вот тут только за, Леня. Вот только за, честно. Ну, что делать? Все равно ничего бы хорошего с банковской системой не было бы, я это знал. Присваивать себе все, но да, присваивай, я думаю, многие тебя поблагодарят, там трехбуквенные аббревиатуры, разные органы, которые два раза меня траванули. Да, да, так я испугался, прям, Леонид, только тебя, ты такой страшный, ой, боюсь, я прям убежал. Только из-за тебя, да, да, может быть, ты не все знаешь, но процесс банкротства при отсутствии имущества, ну, полгода максимум, ну, с твоим гениальным юристом он затянется на два года, да, и хрен с ним. даже если будет в Германии, даже до, допустим, СВО, так называемые, с исполнительным местом из России можно было только в туалет сходить. А сейчас после, во всех странах. А с Черногорией вообще никакого соглашения по поводу признания судебных решений нету. И не будет. Я не понимаю, вот, может быть, твой юрист, тебя немножко, это, я понимаю, ему деньги нужны, с тебя нужно побольше содрать, Лёня, но, по-моему, не стоит верить с вас, с вас, Леонид, всему, что говорит, нужно, по-моему, может быть, спросить у адекватного человека, каковы шансы, допустим, на... и суд банкротства тем хорош, что все долги списываются, Леонид. Сколько бы ты ни насчитал, там, 17 миллионов, как вот я в Иске сбросил, или 33, как говорил твой юрист, ваш юрист, когда фантажировал уголовкой. Вот если отбросить уголовку, ну, только... Ну, насчитали 33 миллиона, ну, подали на банкротство, но списали 33 миллиона, все. Ну, все, в течение года только сделки. Они все пройдут, пройдут любые сделки. Больше года будет в момент подачи на банкротство и признания банкротным, потому что это все равно в арбитраж подается куда? У меня нет никакой прописки сейчас, нигде фактически. О чем ты? Потом появится, может быть, переведут, наверное, подадут и не в Новосибирск, то по месту последнего нахождения вам известно, ну, скорее всего, в Новосибирск, хорошо, да, придется еще раз доверить выслать этому юристу, ну, проведет он банкротство, ну, это кратно меньше затрат, чем у тебя, ну, насчитаешь, что ты, последствия, ну, дальше позориться, Леонид, ну, ты и так сделал очень много для слова судебной системы, я уверен, тебе очень многие умные товарищи, которые человечеству с этим не товарищей, поблагодарят, ты очень много сделал, учитывая, что, позволь дать совет, учитывая, что ты уколотый, ну, поживи ты оставшиеся там пару лет, возможно, меньше, по-человечески, и я уверен, что ты его, судя по эмоциональному эту письму, ты хорошо отпраздновал обеду, поздравляю тебя еще раз, но праздновать вот не рекомендовал бы, ну, конечно, выбор между циррозом и миокардитом, он невелик, но все-таки сведи, уменьши этот выбор, все-таки, учитывая укол, то есть у меня нет тебе претензий, всего тебе хорошего, и много-многих тебе концертов, чем больше людей придут на концерт, просто певца, тем быстрее это все материализуется, на материальном, плавно вылезет, я очень рад, хотя оно и так вылезет, ибо ничто не может отменить грядущего, Леня, огромное тебе спасибо, больших тебе успехов, концертов, и всего прочего, всех всяческих благ, и юристу, и дальнейших судебных успехов, я очень хочу, чтобы ты взыскал с меня 33 миллиона, ну, сейчас судебное решение я получил взыскать, я думаю, ну, ну, это будет вообще, ну, попробуй, надеяться, что во время банководства я не сменю паспорт, я вынужден буду вернуться в Россию, ну, как бы, ну, тоже маловероятно, потому что, повторяю, это на 24-й год, предположительно, во-вторых, я могу и сейчас успеть, но дело не в этом, у меня там еще полтора года действия паспорта, не в этом дело, кто сказал, что вообще я его буду менять, и нужно ли, это нужно быть большим оптимистом, чтобы надеяться, что в 25-м году все еще будет тот же Леонид, те же подвязки в той же самой власти и вообще та же власть и та же самая Россия, судя по тому, как все идет, несмотря на то, что там я торможу процессы, как могу, мягко говоря, никому будет никакого дела до претензий Леонида Агутина к взысканию и так далее, или к преследованию блогера за поиск смыслов в видеоряде роликов и так далее, но это нужно быть большим оптимистом. Почему никто не думает, что, допустим, МОНО может получить паспорт одной европейской страны, как украинка, а я по восстановлению семьи и воссоединению не могу получить паспорт по ускоренной программе и так далее? А ведь есть такие страны и Венгрия, и Румыния, и Польша карту поляков выдает и так далее. Ну почему вот никто не просчитывает альтернативные варианты? Наверное, гения о туризмпруденции не все тебе говорит, Леонид. Судя по тому, что какой же организм он использует, кричал, гениальность, он сознательно немножко не не все тебе говорит, Леонид. Ну, не, юрист отличный. Вопрос, чей интересный посоветует? Твои, свои, либо чьи-то еще, но это вопрос тебе на засыпку, вам, Леонид. Но еще раз, Леонид, успехов вам, вы реально особенный, единственный, кто из осудивших СВО имеет концерты, так что вот реально дальнейшей вам в особенности от всего. Информация я удалю о вас, какую смогу. Вот этот ролик, по крайней мере, точно выдам. Следующий, чтобы показать, насколько все совпало, или не совпало, и где отсутствует пропаганда. Но это уже другой вопрос. Еще раз говорю, что обвинение в том, что я покинул Россию, я не знаю, страх с столкновением с реальности. А с каким столкновением, в чем меня обвиняет, я так и не понял, Леонид, последняя ремарочка, мне кажется. Обвинять в чем? В непатриотизме? Ну, а как можно в непатриотизме обвинять человека, который, допустим, дочки посмеются несовершенным языком певца Леонида? Ну, вот, посмотрите. Как можно обвинять? Ну, я, допустим, люблю Россию, но я вынужден ее покинуть в силу двух отравлений, ряда уголовок, попыток. Не только вы один, Леонид, вы не единственный, кто попробовал уголовки на меня завести, но не заводят. Я, чему я, ну, опечален, потому что это дало бы мне некий статус и опять же ускоренный вариант и гарантированно право не возвращаться в Россию, преследование политическим мотивом в России, это ж, это сейчас ценится в некоторых местах, то есть, ну, все сыграет против вас же, Леонид, но вы патриот, который самое ценное отправил подальше от России, и что для ваших дочек Россия теперь? Место, где папа денежки зарабатывает, выкачивает, или что? Или что-то еще? Потому что, как вы сами признались, они очень слабо говорят по-русски, с Россией мало, что их связывает. Теперь обе хорошо, но для Лизочки, которая с пяти лет живет в Майами, родной язык все-таки английский. Сначала говорят, что они проще общаться между собой на английском. Это ваши же слова. В другом интервью вы говорите, что вообще не понимали дочку. Ну, понятно. То есть, вы приняли решение еще в одном интервью говорили, что вы отослали дочку как самое ценное. Подозреваю, что дети самые ценные для любого человека. Ну, либо для любого нормального, как вы говорите, человека. И вы отослали самое ценное подальше от России. Что плохого в России было с вашими-то деньгами, Леонид? Нормальная ли эта позиция? И после этого вы меня, все, что говорит ваш юрист, говорите вы, ибо доверенность, ваш представитель, вы меня обвиняете в столкновении с реальностью, страхи и покидании России? А что тогда патриотизм для вас? Я считаю себя патриотом России, я люблю Россию, я говорю по-русски и много чего еще. А как можно ли назвать патриотом России человека, который, скажем так, самое ценное отправил подальше от России? Почему? Что плохого в России? Ответьте на этот вопрос. Хотя бы на этот, Леонид. Еще много чего я могу говорить, но достаточно, ибо ролик с поздравлениями, я думаю, на этом можно заканчивать. Еще раз, всего вам хорошего, добра, многих концертов и всяческих успехов, Леонид. Вы сделали максимум того, о чем я даже не мог и мечтать. Поэтому, реально, всего вам наилучшего. Поздравляю еще раз с победой. Отдельный привет вашему представителю Андрею, гениальный юрист и всяческим успехов на этом поприще. Я думаю, сейчас очередь выстроится желающих сломать судебную систему и получить пшик. Удар, замах на рубль, удар на копейку. Огромный привет Дмитрию за его, ну, как-нибудь потом бы, то, что он чудил в наших чатах преимущества женских монадо, какие он выводы делал, ну, это вообще шедеврально. Сейчас попробую написать, как он вас защищает, это тоже замечательно. его забанили, за что? Он написал, что все касалось правды, Леня, вот и бомбануло у тебя на Рию, все просто. Ваш этот представитель говорит, этот отзыв надо оставить как образец логики адекватности поклонников того самого блогера, который сбежал от реальности. Ну, по поводу сбежания от реальности я уже говорил, видимо, эта фраза сейчас пойдет на рот, которую вы будете пиарить, но насчет сбегания от реальности, от какой реальности вашей дочки-то сбежали, Леонид, поясните, было бы замечательно задолго до СВО, который вы, мягко говоря, три шестерки послали. И вот он был забанен и удалено. Sorry, you can't access this chat because you banned. Админ забанил Да, Леонид, я надеюсь, что все-таки это будет хорошим уроком. Я вот разместил иск, заключение эксперта и решение суда, где мог. Я сейчас это репостну везде в своих блогах и не моих и всем порекомендую. Максимум репоста, где могу. Не с целью как-то вас опорочить, хотя там что-то настолько жидко все очевидно. Причем, когда я говорю жидко, опять же, не надо мне присваивать 222 статью. Я имею в виду консистенцию, не национальность. Я имею в виду репост максимальный, потому что я добровольно хочу исполнить решение суда. Искренне. Я искренне хочу, чтобы ваша воля, Леонид, была все-таки реализована, материализована. Чтобы информация с отзывом людей о вас исчезала из сети. Я искренне хочу, чтобы не было никакой пропаганды, тем более масонства, тем более сатанизма в клипах, во всех клипах. Именно с этой целью я буду помогать вам в вашей воле. И чтобы максимум людей услышало ваши просто песни без всякой пропаганды. Вот это вот моя цель. независимо от того, что будет дальше, потому что дальше мы победим. Я думаю, что сейчас у человеческой появился шанс, когда вся пропаганда исчезла. Добра вам, Леонид, всего хорошего. Я призываю всех поздравить в комментариях Леонида и его юриста с победой, ибо ничто не может отменить грядущее. И эта победа Леонида еще одно подтверждение тому. Победа человечества грядет. Человечество просыпается, пропаганда больше не работает. Спасибо тебе, Леонид, еще раз огромное добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова